Сейчас мы находимся в переходе между двумя зданиями Государственной Думы, новым и старым. Здесь проходит выставка-галерея, посвященная художнику-иллюстратору, гвардии-капитану артиллерии Андрею Владимировичу Николаеву. Мы смотрим замечательные картины, посвященные войне, посвященные военным. И вот здесь мы повстречали человека, который тоже заинтересовала эта выставка, Андрея Свинцова, нашего депутата. Андрей, приветствую вас. Да, добрый день. Действительно, у нас в Государственной Думе проходят выставки регулярно. Ну, на самом деле, каждую неделю проходят выставки. И примерно два-три раза в год ЛДПР устраивает выставки, посвященные дню рождения партии, посвященные дню рождения нашего председателя ЛДПР. И, конечно, все выставки мы стараемся посещать. Сегодня было открытие днем, и сейчас немножко народ подразошелся, и есть время спокойно посмотреть работы, понаблюдать за искусством, за теми событиями, которые запечатлели великолепные художники в своих работах. Поэтому мы сейчас прогуляемся, посмотрим, и приглашаем вас тоже приходить в Государственную Думу, смотреть выставки, потому что здесь проходят выставки не только художников, но проходят выставки регионов. Это намного более интересно, потому что регионы приезжают, привозят с собой весь спектр своей продукции. То есть есть и высокотехнологичная продукция, есть и продукция сельхозпредприятий. То есть можно посмотреть здесь, в Государственной Думе, на всю линейку товаров, которые производятся в том или ином регионе. И еще раз подчеркну, выставки идут вообще не прекращаясь, то есть всю неделю, весь год, постоянно, здесь в любой день можно прийти и увидеть ту или иную выставку. Вот здесь в переходе мы видим сейчас выставку работ, а в холле старого здания Государственной Думы можно увидеть выставку одного из наших регионов. Поэтому мы приглашаем всех к нам в гости, в Государственную Думу, приходите в любую приемную ЛДПР, просите, чтобы вам организовали пропуск. У нас каждую неделю проходят большие встречи с нашими избирателями здесь, в Государственной Думе. Это могут быть студенты, это могут быть учащиеся в школах, это просто могут быть люди, которым интересна политика, посмотреть, пообщаться с депутатами. В любой нашей приемной Государственной Думе по территории России, Московской области, даже ближайших регионов вы можете прийти и попросить, чтобы вас записали, организовали вам визит в Государственную Думу. Это очень просто, легко и, главное, интересно. Поэтому мы предлагаем прогуляться, посмотреть, что здесь еще представлено. Очень интересная работа, да? Да, вот давайте посмотрим, здесь представлены работы, посвященные разным эпохам, разным историческим деятелям. Вот здесь есть и наш патриарх, и какой-то неизвестный, и более известные, так сказать, участники нашей истории. Вот такой очерк иллюстрации к роману. Поэтому работы интересные, разные. Кстати, мы также можем выставить здесь работы каких-то молодых художников, если есть желание у нашей молодежи, талантливой молодежи, кто считает, что их работы достойны висеть в Государственной Думе. Мы с удовольствием приглашаем, приходите, пишите нам, и мы вам устроим великолепную выставку. Вот одна из таких выставок великолепного нашего художника Марины Ромахиной была 13 декабря в честь дня рождения партии ЛДПР. В прошлом году пользовалась огромной популярностью. Это была выставка не так, как здесь, здесь достаточно мало работы, а было весь пространство, да, было увешано ее работами, были инсталляции и видеоинсталляции, и были картины маслом, были картины с помощью компьютерных технологий представлены. Поэтому даже были монеты, которые она подготовила и какие-то изображения на них нанесла. Поэтому мы приветствуем вообще любое творчество. Мы сейчас на нашем телеканале готовы запустить цикл программ, посвященных нашим поэтам. Вот в ближайший месяц это уже выйдет в эфир, и мы ждем, ждем таланты, любые во всех сферах, художники, писатели, музыканты, певцы, поэты. Мы всех приглашаем, у нас для всех найдется время, у нас для всех найдется место. Мы всем постараемся помочь, либо где-то прославиться, многие хотят прославиться, либо где-то, может быть, подзаработать. Всем нужны деньги. Поэтому мы готовы помогать, учить, давать возможность продвигать свои идеи, продвигать свой талант через наше телевидение. Для этого мы его и создали, чтобы наша страна узнала наших великолепных, талантливых, замечательных людей как можно больше. Поэтому мы всех вас ждем, приходите, мы к вам всегда будем рады, и всем, чем сможем, всем вам будем помогать. Золотые слова, Андрей Николаевич. Итак, спасибо, что были с нами, и мы продолжаем работу. Доброе утро, уважаемые телезрители телеканала ЛДПР-ТВ. Сейчас 9.20 утра, и мы готовимся встретить наших депутатов фракции ЛДПР у пресс-вола Государственной Думы. Совсем скоро здесь начнется пресс-подход. Давайте же посмотрим, что на нем будет происходить. Добрый день. Добрый день. Тема номер один – остается выборы. Сколько градусов чрезвычайно высок, и несмотря на то, что говорят, что выборы конкурентные, открытые, легитимные, фракция ЛДПР, тем не менее, продолжает стоять на своем. Мы не признаем итоги выборов, итоги голосования по Амурской области. Из последних новостей хочу сказать, что фракция ЛДПР внесла вчера на Совете Думы проект постановление об обращении к Центральной избирательной комиссии с требованием организации пересчета голосов в Амурской области и подведения итогов уже на основании повторного пересчета выборов губернатора высшего должностного лица Амурской области. Сегодня утром в Государственную Думу, председателю Думы направлено обращение депутатов фракции ЛДПР и депутатов фракции КПРФ, всего 93 депутата, о возбуждении парламентского расследования по фактам массовых нарушений избирательных прав граждан Российской Федерации в ходе организации голосования на выборах высших должностных лиц губернаторов Амурской области и Республики Марий-Л. Сегодня председатель Госдумы должен расписать это обращение. Мы предлагаем по два представителя от каждой фракции направить в эту комиссию по организации расследования, чтобы они детально, всесторонне, прям час за часом исследовали весь единый день голосования, ход голосования 13 сентября и сделали соответствующие выводы. В случае выявленных нарушений, естественно, фракция ЛДПР, я думаю, коллеги из Компартии, которые также подписались под этим обращением. Напомню, по регламенту необходимы подписи 1,5, то есть 90 плюс депутатов. Их могло быть больше, но здесь время дорого, и набрав необходимый минимум, еще вчера, сегодня, рано утром, соответствующее обращение было направлено. Таким образом, мы ждем реакции Государственной Думы и итогов расследования, независимого парламентского расследования, поскольку в данном случае избирательным комиссиям субъектов, указанных Республиканской комиссией МАРИЭЛ и областной Амурской избирательной комиссии, доверять оснований нет. Дорогие друзья, нас всегда упрекают, почему нет жалоб, нет обращений, вы не фиксируете нарушения. Вот подробнейший отчет о всех нарушениях в ходе этой избирательной кампании. Всего 122 факта. По всем стадиям, начиная от повреждения наших агитационных материалов, здесь все регионы. Лидер, безусловный лидер по всем нарушениям, Амурская область и Республика МАРИЭЛ. Прямо со стадии регистрации кандидатов, создания препятствий, уничтожения наших баннеров, повреждения рекламных конструкций, вот прям все регионы переписаны. Давление на кандидатов. В городе Вилючинске уже Камчатский край до того дошли, что наш кандидат в местную думу, в поселенческую думу под давлением был уволен с работы за то, что он вдруг решил выдвигаться в сельский совет. Уволили с муниципальной службы за один день и выгнали из служебного жилья вместе с беременной женой. Это вообще что такое? Вообще никуда не годится. Уже маразм просто окрепчал на Дальнем Востоке, благо мешался председатель, эту ситуацию вовремя удалось остановить. Естественно, это нарушение в ходе предвыборной агитации. Выступает наш кандидат на теледебатах, Омская область, Ян Зелинский, наглую ставит заставку, картинка, звук пропадает. На все время его 10 минут выступления. Это что за дебаты? Это что за равные гарантии прав кандидатов на выборах высшего должностного лица? Это никуда не годится. Поэтому везде уничтожают наши агитационные материалы, везде в наглую отказываются от проведения дебатов. Вот любой кандидат в президенты, губернаторы на Западе, неважно США, они считают, что у них лучшая демократия, ну пускай считают, но тем не менее, там отказ от дебатов – это самоубийство. Ни один человек, ни один избиратель не будет голосовать за кандидата, который просто плюнул в лицо избирателям, им в глаза, сказав, что я отказываюсь от публичной полемики с основными претендентами на пост губернатора или какие-то другие выборные должности. Поэтому фракция ЛДПР предлагала обязательное участие в дебатах всех кандидатов. Это недопустимо, что основной претендент отказывается от публичной полемики. Повторюсь, на Западе это было бы самоубийством. Ну, несколько слов по поводу заседания в среду. Вы всех прекрасно знаете, что фракция ЛДПР в знак протеста против итогов голосования только по этой причине покинула зал заседания. Очень много споров было в прессе, кто прав, кто виноват. По ходу процедуры обсуждения этого вопроса мы не будем говорить о тенденциозности подачи этого материала в федеральных средствах массовой информации. Сказано лишь о том, как наши избиратели отреагировали. Весь интернет, весь интернет и все интерактивные опросы в пользу Жириновского. Сам я лично участвовал в двух эфирах на радио Русской службы новостей «Говорит Москва». В первом случае в опросе «Кто прав?» Жириновский и Роднина 92 на 8 в пользу Жириновского. Радио «Говорит Москва» 90 на 10 в пользу Жириновского. Поэтому высказывание о том, что давайте выйдем на улицу, где у вас нет большинства, и спросим у наших избирателей, как они оценивают выборы и на чьей они стороне, я думаю, что радиослушатели этих двух авторитетнейших радиостанций высказались. То же самое все интерактивные опросы и все электронные опросы, которые проходили в средствах массовой информации за эти прошедшие 2-3 дня. Сегодня в 12.00 состоится заседание комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, где будет рассмотрен проект постановления об обращении Государственной Думы к Центральной избирательной комиссии с целью пересчета, организации пересчета голосов и пересмотра итогов голосования в Республике Мариэл и в Амурской области. Мы надеемся, что это событие не обойдет внимание журналистов. Всех приглашаем в кабинет 12.43, в зал комитета по конституционному законодательству и госстроительству. И, конечно же, будем дальше опротестовывать. Уже сегодня мы заявляем о том, что заявлены огромные общерегиональные митинги.